Открываем. В 95% случаев двери в астраханские элеваторные открывают без препятствий. Прошу. Приглашение святая святых как достоверность чистоты внутридомовых коммуникаций. В городе практически все они готовы к отопительному сезону. Об этом рапортуют городские акты пуска наладки. Доказательство – пломба от ресурсников на элеваторном узле. Элеваторный узел готов. Дроссельное устройство внутри уже стоит. То есть мы не можем больше его вскрывать. Обратите внимание, сколько здесь приборов учета. Это датчики давления, термометры, автоматика. Каждый манометр и термометр накануне отопительного сезона тщательно проверяется. Более того, проверяют даже погрешность измерительных устройств. По сути, для добросовестных управляющих компаний подготовка к началу отопительного сезона начинается тогда, когда он же и заканчивается. Ведь это не только обязательная промывка и опрессовка, но и скрупулезный расчет. Как получить выгоду в цене на гикокалории для всех заинтересованных лиц. В этом доме, например, для нового сезона приобрели современный теплообменник. В совокупности за период шести месяцев, вот мы уже проанализировали, экономим порядка 20%. Это вот с такой вот системы теплообменника. Дедлайн о готовности к началу отопительного сезона для всех форм собственности домов 15 октября. А далее, если среднесуточная температура воздуха будет ниже 8 градусов тепла, то по правилам будет подано и отопление. Вот откручивается, вытаскивается отсюда, блин, и всё, и запускается отопление. Но если с внутренними сетями в многоэтажках в целом всё неплохо, то иная картина по другую сторону границы раздела. Статистика говорит, что больше половины источников теплоснабжения в городе в плачевном состоянии. И, как видно, многие из них до сих пор не утеплены. А это значит, что при пуске тепла нет никаких гарантий, что оно в конечном итоге дойдёт до потребителя. Есть у нас и бесхозные сети, которыми никто не занимается. Есть сети, которые относятся к муниципальным предприятиям, например, МОПК «Амонэнергия», которые требуют изоляции трубопроводов. Конечно, это большой вопрос для потребителей, какое к ним придёт качество теплоносителя. Мы рекомендуем настоятельно уже сейчас теплосетевым компаниям, когда они планируют бюджеты на 2020 год, когда планируют свои производственные программы, в первую очередь планируют мероприятия по теплоэнергосбережению, по изоляции трубопроводов. Период пуска наладочных работ начнётся уже на следующей неделе. В первую очередь тепло придёт в социально значимые учреждения, больницы, школы, детские сады. И только затем в квартиры. Артём Лепёхин, Тимофей Кухарчук, Руслан Срывченко. Центр новостей.